Доброе утро народ. Мишка у нас уже. Мишка сегодня дежурный, он в шести утра меня от муха храняет. Холод правда пускает, но зато спокойно и весело с ним. Не дает мне спать. Времени 8 утра, денек вообще солнечный, бодренький. Обмадывает, время уже 12 часов. Не, не, 8 утра, мы же в 8 всегда встаем. Конечно, конечно, конечно. Да, 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 8 утра, сейчас до 9 я еще подумаю. Над маршрутом, над маршрутом подумать очень надо, очень, очень хорошо. Тихо, 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 всему ютубу мои трусы сейчас покажешь. Йоги-баги, ты че делаешь? Ну это страшная тайна. Ну че, ребят, мы решили чуть-чуть нестандартно начать наш выпуск и не показывать нам дорогу нафиг. Че вам ее показывать, вы еще за нами увяжетесь. Мы-то сейчас, ого, че найдем. Мы на коп поехали. Сейчас едем копать. Мы уже осилили большую часть пути, нам осталось тут маленький кузнецовый прыжок сделать до места и все. Мацион утрешний Миша одевается. Не надо. Лунтик, что ты там увидел? Щетку убери. Доброе утро, народ. Шанька, иди жрать, пожалуйста. Спасибо. Байку выдали, вот у нас внутренний чаек с домашними бутамбродами. Видите, Мишка с собой теперь веник берет. Он у нас сегодня дежурный в эту поездку. Смотри, ты как зафоршмачился. Фу, еще дочистишь, завтра не выкидывай. На завтра паста осталась. Ничего, ничего, я в этот раз ему много паста взял. Хе-хе-хе-хе. Мы с Мишка завтракаем и валим, да? У нас есть место секретное. Мы вам даже его не покажем. Итак, ребятки, первое препятствие. Вот такой вот мост. Он как его закидал, ополоводим. Мы сейчас спустимся сбоку. Что-то мост не вызывает нас доверия. Вот здесь. Я думаю, что она не тормозится полностью. А она, оказывается, у меня на первой передаче. Черт. Хорошая мысля приходит обосля. Спасибо. Я выйду сейчас назад еще. Или уже лучше вперед? Давай вперед, поехали. Или вперед, или назад. Или вперед. Что делать? Покажите, что делать. Зараза ты, Мишка, блин. Я могу, в принципе, все еще выйти назад. Это будет какой-то полукадр какой-то, блин. Так. Вот так, ребят. Нашли деревеньку. Она такая вся, ну, видно, брошенная. Дома уже сложились вовнутрь. Вон баня, посмотрите, была баня. Она вся сложилась. Вот дом сложился. За ним дом тоже крыша сложилась. Вон там дом тоже с дырялой крышей. С таким сейчас пройтись быстренько посмотреть. Вдруг чего найдем. Вот здесь просто остов дома. Да. Когда-то здесь было электричество. Проносоты. Давай назад. Лучше по вот этой доске пройти. По тому как она. Дай-ка я буду. Стой, 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 стой. Я говорю, просто дай я уберу сейчас эти. Все, да. Потолок пришел в пол. Крыша пришла в пол. Жалко. Ну зайти можно. Ох, подложка сыпется. Здесь уже Алис. Уже Алис. Диджей Игрик бы что-нибудь нашел все равно. А я уже нашел. Что-то нашел. Что-то нашел. Что-то нашел. А? Мишель. А, ешкингрот. Жалко, что она эта самая. Петлю что ли? Смотри, она какая она. Смотри, она цвет эта. А, латуниках. Замок много поднимается. Крыш мои, да? Да, он тут не нужен. А вот, смотри, лестница, смотри. На второй этаж. Ну да, здесь, кстати, есть чердак еще. Заберешься? У-у-у. Не, туда не полезу. Что тут уже все наладом дышит. Прям таким, знаешь, наладом конкретно. Не с нашей массой это делать, да? Да. Ребята, для чердачного копа. О! Монитос. Да ладно. Да. Сейчас почистим советы. Советинка. Одна копейка 87-го года или 67-го. Гребешков тут фиговая туча. О! Еще монетка. Еще монетка. Неси сюда. А зачем я туда его понесу? Мне и здесь неплохо его смотреть. Вы вместе монетки поедите. По крайней доске. Нет, я знаю. Я вообще выйти тащу. Но здесь очень аккуратно надо садить. Провилка. Водка русская. Московская особая водка, ребят. Смотрите, какие я раритетные бутылки нахожу. Хе-хе-хе. Ёлы-палы. Московская особая. Московская особая. А цена? Со стоимостью посуды 6 рублей 80 копеек, а? Ребят, как вам? РСФСР. МОС. Спиртпром. А завернуто было это все вот этой вот газеткой. Кстати, интересно посмотреть, что за газетка. Газетка, кажется, современная какая-то. 95-й год. А вот даже с язычком. Еще вот такую правочку нашел. Да, это косо отбивать. Угу. Класс. У нас, ребята, по плану мероприятий на 2 недели. А на это все отложено 3 дня. Сами видите, трава уже какая, поэтому мы сорвались. и... Ну что, ребята, заходим еще в один домик. Ну, в таком состоянии. Понятно, да, что тут уже давным-давно никого и ничего. Да. Ешкин, ну, трешкин. Вот это целая эпопея, как сюда забраться, ребятки. Все ради вас и ради красивых кадров. Фух. Ну, конечно, ради находок таких-нибудь. Не думаю, что здесь я что-то найду. Просто зайти посмотреть. Вон пластилин детский, умелые руки. Видали такой? Смотрите, пластилин детский, умелые руки. Союз будет Промхим, Ленинград. Тогда еще был Ленинградом. 21 копейка, 300 грамм пластилина. Здесь, видите, да? Весь дом рухнул. Все. Все погребено. Сейчас загляну на чердак здесь. Может быть, что-то там найдется. Ну-ка. Это что за... Обязательство на поставку. Ну-ка. Ух ты. Пролетариай. Всех стран на поставку. 47-й год, ребят. Колхоз. Село. Ага. Сельсовет. Такой-то. А что, поставлять собрались? Офигеть. 47-й год. Вот это да. Я возьму. Пропадет ведь здесь. Пропадет, ребята. Пропадет. Вот. А это вещь нужная. Ценная. Потом где-нибудь в музей, может, отнесу. 47-й год. Потому что, ну, это же вообще, представьте себе. Это другая эпоха вообще. Мышеловка вот есть. А еще та мышеловка развалилась. Собака сгнила вся. Это плохо. Блин. 47-й год. Ну-ка, давайте-ка мы посмотрим вот здесь вот. Может быть, что-то еще интересного здесь есть. Бумажки какие. Потому что прикольно очень историю такую трогать руками. К сожалению, ничего я не вижу. Заколочки какие-то. Люка, ребят, лютая. Просто неимоверная пилюка. Так. Где же у нас был заход на крышу? Вон он был. Где? Так. А как же мне подняться? А вот я знаю, как подняться. Сейчас в эту комнату зайду, посмотрю еще, что тут есть. А вон и лестница на крышу. Все. Понял. Все. Понял. Вон. Чтобы пол еще был. ХМ-хм. Целый. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Мишань, ау. Мишань. Ты где? Здесь. Здесь. Вон. Вон. Ребят. Смотрите, что нашел. Вон. Вон. Господину такому-то, деревня такая-то, сельсовет такой-то, во врученном вам обязательствам господставок сельхозяин продуктов на 1944 год вы обязаны были сдать до 1 апреля государству мясо 12 килограмм, молока 42 литра, яиц 5 штук. Фактически же сдано мясо 0 килограмм, молока 0 килограмм, яиц 0 килограмм. Вот так вот. В втором квартале вы обязаны сдать государству по обязательствам мясо 18 килограмм, молока 286 литров, яиц 28 штук. Шерсти не менее 60 процентов, представляете? Председатель райсовета, райпланбромкома, короче, 44-й год, офигеть! Вот это доки, прикольные. Мне такие очень нравятся. Надо их сохранить, пропадет же все, сгниет здесь. Это каким чудом не сгнило все. Надо еще поискать, где что есть. Эти бумажки прямо на полу валяются. Жалко, жалко, ребят, сгниет. Очень жалко такие доки. Это же история. Это все прикольно, это очень интересно. Надо изучать будет. Ну, ребят, не знаю, добра здесь нет никакого, походу. Но, то, что я нашел, уже прикольно. Я нашел вот кучу этих расписок, квитанций и прочей фигни. Класс! Ну-ка, давайте посмотрим. Мы уж поели письма. Плохо. История эта здорово. Почитать, чем жили люди тех времен. Свяжите сами, 77-й год. Хе-хе. Это у вас. Чем жили люди того времени. Интересно узнавать. Почитать письма. О чем думали. Что говорили друг другу. Конечно, в письмах тогда много не говорили. Я думаю, вообще нифига не говорили. Тогда в письмах. О, какой ключ! Вот это тема, ребят. Смотрите, какой ключ нашел. Сохранчик, а? Ох, бомба. Бомбовский. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько опять тут страховые платежи. Что-то нету, а? 41-й год. Офигеть. Офигеть. О, бутылек какой, смотрите. Прикольный. Даже с пробкой был. Поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья. Вот так. Кого-то поздравляли. Квитанции. Какой-то здесь кулак жил по тем временам-то. Слушайте, все сдавал. Молодец, хозяйственный был человек. Не то, что нынче. Только покупать, продавать могут. Сельская жизнь. Две копейки. 65-й год. Нас ждут великие дела. Дырым-дырым. Ла-ла-ла-ла. Да, ребятки. Пряжечка. На пряжечке ничего не написано. Сюда. Может, здесь дорога не битая. Давай, мишка, доставай. Монитос. Как консерва она звенит. Лошары мы. Хе-хе-хе-хе. Ну, а что? Мы никому не говорили, что мы профи. Да. Вообще, ребят, копаем мы ради удовольствия. Кто-то копает для того, чтобы разбогатеть. Еще что-то. Но нам это не нужно. Мы копаем для кино. И для удовольствия. Потому что коп – это здоровье. Скажи же, мишка. Вот я сейчас серебряный рубль найду. И совмещу полезное с приятным. Ну-да. Так же здесь. О, царица. Деревень. Кропка. Хе-хе-хе. Видели мы бутылку, ребят, нашли? Которую зубами открывали. На ней еще след зуба остался даже. Ребят, мы едем туда. Куда мы едем, Миша? Туда, где нет дорог. Туда, где сейчас не проехать. Да, где раньше были дороги когда-то. А сейчас там болото. Там проходили на лошадях. Там были стоянки по берегам рек. Там давным-давно вырос лес. Да. После дефилеи, которые еле-еле угадываются. И вот мы едем сейчас на разведку в те места. Смотрите, какие у меня две шикарные бутылки. Московская особая, особая по 6 рублей 80 копеек. Одну, говорю, открывали зубами, ребят. Реально, вот вы не поверите, вон она открыта зубами, смотрите. Видите? Класс что? А год? Особо не класс, если кто по слепкам в зубу. По слепкам по слепкам. 21, 68, 95, 38. Это, наверное, не год. Года нет. А, год на крышке обычный же. Шлепали, но тут не увидеть тоже. И вот еще один, и Мишкина лошадятина. Хоня поймал. Хоня поймал, Мишка. Ребят, посмотрите, что творят кабаны. Вся дорога просто все перепахана кабанами. Хлоп. Так убивать дороги только свиньи умеют. Дикие. Мы видим следы от какой-то машины. Здесь подсохло все. В прошлый раз, вот вы видели, мы сюда ездили, когда начинали только пробивать реку, берега. Начали пробивать, где мы сплавлялись. И вот сейчас, тогда была, конечно, вообще швах дорога. Сейчас она... Что? А. Вот сюда, наверное, ездить. Да, ребят, здесь вот овес. Поле сажают охотники. На кабана вышка стоит. И как раз вот сюда вот они ездили. Вот, посмотрите. Видите, вон вышка стоит. Здесь поле овса. Видите, видать, ездили, засеивали. Или еще что-то делали. Это вот охотники проезжали. Логи. Где вы? Сейчас вас есть буду. Жевать. Я. Молодоядная корова. Молодоядная корова здесь бегала, ребята. Волков пожрала всех в Тверской области. Бешеная. Корова-зябра. Блинных крюль, лягушачу разновили. Все, дальше нет следов. Вот они доехали до суда. И сказали, да ну нафиг. Да ну нафиг. Дальше только на Шерпе. И это правильно, ребята. Мы едем копать туда, куда вот на машинах, даже подготовленных, уже не добраться. А дальше только мы. Ха-ха-ха. Потому что они посмотрели, что тут за капец варится. Да, это что украшение. Да, сколько тут на лебедке надо будет ехать. И непонятно зачем. А это сейчас сухо. Они шли где-то недельку назад. Пойди по этим бревнам в болоте. Все. Во! То есть непреодолимая препятствия. Да, кто-то говорил, что мы 98-74% проедем. Ребят, проедете, конечно, новую гадь выложите. И проедете без проблем. Мы здесь плаваем. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Здесь Шерп тонет, елки-палки. Вон наши следы только. У Шерпа есть одно преимущество. Чем сильнее он ходит, тем среди его выталкивает. Ребят, Шерп на первое идет. И обойтись здесь, это анрел. Здесь везде такое болото. Все вокруг болоте. Кстати. В тюре можно так-то. Закрой кнопку. Да. Мне холодно. Закрой кнопку. За что представить. Да, так и хочется сказать. Опа, опа. Какая это, опа. Пал осяри, да. Пал осяри, да. Он побежал. Видите, лось побежал вон там. Блин, убежали. Не успел. Камера выключена была. Вон он. Вон он, вон, вон, вон. Вон стоит, смотрит на нас. Видите? Вон, жопа торчит у него. Он, значит, чуть-чуть назад будет видно. Вот я пробую. Так, чтобы... На борту видно. Вон, задницу видно. Стоит лось. А вот морда. Он нас так же видит, как и мы его. Ему тоже интересно, ребят. Вот он стоит, смотрит. Класс. О, пошел, пошел, пошел. Повернул, слушает, стоит. Дальше идет. Ну, пузыка, бихнул. Беги. Не, не боится. Ушами шевелит только и все. Класс. Вот он, вот он. Красавчик. Ну ладно, давайте поедем Два лося здесь, да, и два сорвались Прям с дороги, на дороге стояли Нашел? О, ребята, Мишка хотел потерять пинпойнтер, который вы ему подарили Нет, нет, это дорогая лошадь Да, 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 он так шнурок для него и не купил И его везде теряет, оставляет А мы быстренько пьем чаек и двигаемся вон в ту сторону Вниз по реке Посмотрите, как упала вода Помните вот тот уровень воды, который мы шли в прошлый раз? Посмотрите, сплошная мель Посмотрите, что творится То есть можно идти прямо вдоль берега, и вверх, и вниз Мы можем сейчас идти спокойно Ну давай, удачи! Как-то сверху ссыкать нет Нет, а так отсюда нормально Отсюда нормально Отсюда нормально, да Отсюда очко Хе-хе-хе-хе Вообще без криминала спустится Я не знаю, что ты боялся Нет, ну сверху-то да Тут, грубо говоря, высота шерпа даже больше Да, заберите меня, пожалуйста Вот что, даже выйти если не можем Перевязались и все Рад ногой Держи Фух, ребятки Ну что я вам скажу Глазами страшно А машина проезжается Спокойно Ну, глазами очково Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну, все, ребята, мы вышли Хо-хо-хо-хо-хо Ха-ха-ха Мы вышли, да, вот там мы находили конину А сейчас пойдем, посмотрим место, где был раньше И это, в рот, да Где в рот был через речку Поедем туда, свезем Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца Если понравилось, ставь лайк Также мы хотели бы тебе порекомендовать Следующие ролики Вот это для тебя подобрал Ютуб Вот это наш самый последний новый ролик И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами Если ты еще не подписан Обязательно подпишись вот здесь Нажми на кружок Спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok